Всем привет! С вами Алена Романова и это «Ночные диалоги». Сегодня я продолжу говорить о книге Джеймса Холлеса «Обретение смысла во второй половине жизни». В предыдущий раз я говорила о том, что человек, который оказывается в кризисе среднего возраста, пребывает долгое время в депрессии. Так вот, Холлес говорит, что нужно сделать выбор не в пользу депрессии, а в пользу тревоги, потому что депрессия ведёт к регрессу, а тревога, которая как волна накатывает на человека, способствует развитию. Просто в эту волну надо закрутиться и дальше, что называется, продолжать просто идти, идти, идти. Тревога — это цена билета на корабль. Понятно, что человек отправляется в что-то неизведанное. Надо наконец-то подняться на борт этого корабля. По Холлесу депрессия — это такое глашатый, чего-то нового. И вот душа прилетает к человеку и говорит, всё, пожалуйста, давай, ты становись героем, выходи из своего теремочка, в котором ты запрятался. Рост и развитие тебя ждёт. И вступи так, как говорится, в эту большую игру. Холлес говорит, вместо того, чтобы отрицать боль, стремиться чем-то заглушать её какими-то лекарствами, нужно понять это взросление, нужно понять, что здесь будут риски, и нужно взять ответственность за эти риски. И самое главное — нужно понять, от чего же хочет душа, вот куда она хочет двигаться. Второе — это какие ресурсы нужны для этого и какие уже исчерпаны. Тут он вспоминает, что, конечно, безусловно, это касается всех интимных отношений, которые происходят в этом возрасте, кризис, люди обеспокоены, что они потеряли вот эту близость. И груз вот этой ответственности, которая перекладывается постоянно на другого партнёра, что это он виноват, что он чего-то не додаёт. Холлес говорит так или иначе, в это время в нашей постели оказывается шестеро человек, потому что психологически парочка берёт туда с собой и своих родителей, цитирую Холлеса. Но вернёмся всё же к смысловым моментам. Что же делать? Как избавиться от этой депрессии, кризиса среднего возраста? И самое главное, о чём здесь заостряет внимание Холлес, это проекция, так сказать, защитная реакция. То, от чего человек отказывается, и он считает, что этими свойствами какими-то негативными наделены другие люди, но никак не я. И вот Холлес рассматривает несколько стадий проекции, он называет их пять. И вот здесь происходит такое, что называется размывание, крах проекции в этом периоде среднего возраста. И проекция как раз возникает из внутренней ценности, которая была проигнорирована. Но вот эта динамика её ценности, она существует. Но проекция сама по себе — это бессознательно, это некий комплекс отщеплённый, который там жил своей жизнью сам по себе. И вот теперь Душа вместе с этим комплексом прилетает и говорит, займись мной. И, безусловно, здесь есть энергия в этом бессознательном. И понятно, что оно заряжено смыслом. И здесь происходит очень много конфликтов, потому что то, что мы проецировали до этого, это либо было смыслами наших родителей, либо тем видением каких-то лидеров или авторитетов для нас, супругов, детей. И мы понимаем, что это всё, в конце концов, просто перестало иметь значение. И надо всё-таки найти свои ценности, вот эту внутреннюю опору, чтобы на неё опереться. «Никакой другой человек, никакая позиция другого человека не может быть опорой. Опорой может быть позиция внутри меня. Это мой ценностный смысл, мои интересы и то, как я умею служить им». Наша проекция, говорит Холлес, возникает из проблем, ценностей, задач, которые мы не открыли сознанию, тем самым позволив им спонтанно всплывать из бессознательного, представляя перед нами в самых соблазнительных образах. Вот так и получается, что мы перескакиваем с работы на работу, возлагая радужные надежды на повышение, новую должность, или на то, что на новом месте получится всё начать с чистого листа. Но с вот этой нарциссической программой родителей, которые вложили в тебя, приходится расставаться. Или с этой программой, которую ты долго нёс, как я говорила, как черепаха несёт вот этот домик, придётся расстаться. Проекции проходят пять чётко различимых стадий, утверждает Холлес. Что мы проецируем других людей? Мы проецируем какой-то важный жизненный аспект. Это может быть семейные ценности, это может быть чувство долга, что я не должен разводиться своим партнёром, потому что у меня есть чувство долга, исполнительность, ответственность. Но так или иначе, нам придётся очень глубоко войти в диалог с душой. И от этого нам в этом периоде никуда не убежать. И вот эта первая стадия, когда мы буквально понимаем смысл нашей ценности, она заряжается некой жизненной энергией. И вот мы носимся с вот этой ценностью несколько лет. И вот это вот такое, очень даже какое-то волшебное состояние, вот это и есть первый этап проекции, то, что мы отражаем в других людей, некое своё видение. И после того, когда мы достаточно уже нанянчимся с вот этой вот огромной силой проекции, тут приходит вторая стадия. И она с собой приносит утрату иллюзий. С чем это связано? Оказывается, другой вовсе не собирается оправдывать ожидания. Делает не то. Ведёт себя не так, как нам бы хотелось. И тут наступает разочарование. На третьем этапе мы из кожи вон лезем, чтобы укрепить проекцию, восстановить её прежнюю привлекательность. То есть мы всё-таки пытаемся сказать себе и доказать, что нет, я сильна. Раз я в это поверила, значит, я смогу добиться этого. Я приложу удвоенную силу на работе, в семье. Но я буду продираться и дальше через вот эти заслоны. Я всё-таки продавлю там или своего ребёнка, или мужа, или руководителя. Ну вот этой цели поставленной добьюсь. Но Холлес говорит, что такая затея обречена на провал, потому что другой никак не поддерживает эту идею. И он оказывается не таким, как задумал себе содержание другой человек. То есть проектант, так скажем. И здесь конфликт усугубляется. И он набирает своего ещё большего развития. Начинается взаимный разлад, недоразумение, отчуждение. И, конечно, это всё травмирует. Четвёртый этап проекции. Это мучительный отзыв проекции, говорит Холлес. Эта стадия почти никогда не бывает добровольной. В первую очередь потому, что мы сами не понимаем, что имели дело с проекцией. Мы отзываем проекцию, так как ничего больше не остаётся делать. И, проще говоря, реальность другого никогда стопроцентно не совпадает с программой нашей фантазии. То есть, получается, здесь мы осознаём, что всё, что было до этого, это была лишь наша фантазия о том или ином человеке, о том или ином устройстве жизни, о том, как должно это быть. И тут уже человек понимает, что отрицать это невозможно, что это болезненно и что это крах вот этой фантазии. Пятая стадия. Холлес говорит, что на пятой стадии, если мы вообще до неё дойдём, понемногу становится очевидным, что мы имели дело с проекцией. Холлес считает, что мы постоянно возобновляем проекции, потому что эти программы лежат очень глубоко, и в них очень много энергии, которая не нашла своего выхода. А размывание проекции происходит по некой траектории. Почему? Потому что есть некое несоответствие между намерением проекции и реальностью другого человека. То есть наше намерение проекции, то, что мы проектируем в другого, а реальность другого оказывается другой. И от этого происходит вот это несогласие, разногласие, разочарование, гнев, пустые усилия и крушение всех надежд и ожиданий. И это такое приглашение, по мнению Холлеса, ещё большей сознательности. «Каждая неудачная проекция, — пишет Холлес, — это заряд энергии, нашей энергии, программа роста или программа исцеления, а также задача, которую снова предстоит решать. Когда проекция будет извлечена на белый свет из своего укрытия, сможем ли мы признать её своей, увидеть, насколько нереалистично, инфантильно, возможно, даже неоправданная её программа, а затем перенаправить свой курс в сторону более полной, более ответственной жизни». Также здесь Холлес заключает, что вот всё-таки почему нам так тяжело расстаться с этими иллюзиями, потому что старая психологическая травма, она настолько притягательна, она настолько влечёт за собой, увлекает, потому что в ней столько энергии, в ней столько вложения и в ней столько привычного сценария, понятного нам. И мы знаем, какой это будет итог, то есть итог предсказуем. И мы чувствуем, что просто обязаны возродить её и передать дальше своим поколениям, а иначе если мы её утратим, то что же мы будем передавать, потому что мы неудачником оказались. И поэтому мы ищем что-то, что будет постоянно подтверждать вот эту нашу неуверенность в себе и вот эту поддержку таких паттернов, которые уже отжили. Такую поддерживает заниженную самооценку. Хотя здравый смысл где-то накатывает волной, накатывает, говорит, что всё, отпускай это, бросай, прощайся с этим. Безусловно, эта проекция была мощной силой, огромной. И вот когда мы её так теряем, вот когда происходит вот это прощание с иллюзиями, то, конечно, это огромная-огромная боль, и человеку требуется исцеление. И что с вот этим всем делать? Сам Холис вопрошает. Конечно, это личное поражение каждого, персональное поражение. Но везде выход — это принятие. Принятие ответственности за свои проблемы и увидеть перспективу дальнейшей перемены своего жизненного курса. В заключении зачитают цитату Холиса. Не исключено, что самая большая услуга, которую мы можем оказать своим коллегам, своей семье и детям, это отвечать самим за содержание и проблемы, материализовавшиеся в размытых проекциях. Сняв с других бремя нашего бессознательного трафика, перестав вмешиваться в их жизнь, мы даём им свободу быть собой, следовать своему предназначению, а не нашим желаниям. Поэтому следуйте своим желаниям и будьте ответственны за то, что от вас исходит. Иначе вы снова столкнётесь, что это проекция, потому что вы сделали окружающую среду ответственной за то, что с вами произошло. Будьте внимательны к себе и к близким, берегите себя, ещё услышимся. С вами была Алена Романова. До свидания.